Что такое точка невозврата? Очень многие люди не умеют наслаждаться от перемен. Почему? Потому что ум привык себя считать каким-то, да? Жить в каком-то мире. Почему я говорю ум? Это набор программ у нас в голове. И когда мы... Эгей, классно! Давайте строить родовые поместья. Но когда ты понимаешь, что ради родового поместья придется там продать свою квартиру в городе, возможно, да? Получить деревья справочные, лошадный дизайн изучить. Да, то есть учиться тебе надо будет. Тебе придется поменять там свой какой-нибудь, я не знаю, Лексус на какой-нибудь УАЗик. Механизм... Вон люди из-за стекол высматривают. Пусть им их... Да, открывайте. Механизм изменения болезненный. С чем его сравнить? Вот в Сочи есть скайпарк Тарзанка, 210 метров над пропастью. Вот ты выходишь, и пока тебя не застегнули, и ты туда не подошел, тебе нормально, ты улыбаешься, все хорошо, классно, давайте прыгать, все классно. Но как только ты встал туда, это пипец. Все, все твое нутро, все твои страхи, мамы, бабушки, прабабушки там, все начинают у тебя в голове визжать, что тебя будут соскребать с вот этих вот камней, которые там внизу. Они тебе показывают картинки, кто это будет делать, как это будут делать, да? То же самое происходит с нами каждый раз, когда мы решаем безвозвратно поменять свою жизнь. Каждый раз. Каждый раз, когда вы собираетесь историю превратить в быль, да, то есть у нас что в психологии? Мысль, слово, действие. Вот мы на уровне слова, большинство и зависает из-за неумения проходить вот эту точку невозврата. Из-за страха разжать кулак и потерять то, что у тебя там есть, да, а получить что-то принципиально другое, причем ты часто не понимаешь, что там. Да, ведь ты не понимаешь, какие бонусы, какие преференции у тебя будут в родном поместе. Те рассказывают, ну, это пока непонятно. И вот в тот момент, когда вы научитесь отпускаться, вы поймете, что вот этот момент перехода, он самый радостный на самом деле. Сам момент перехода, потому что именно после него начинают запускаться. То есть когда пропасть, прыгаешь, радостно, да? Да. Тогда не страшно, когда летишь? Да, вот когда летишь, не страшно. Страшно прыгнуть, да? Да, вот этот момент, вот эта точка невозврата, именно... Да, а когда попрощался, уже летишь, уже все хорошо. Тогда еще можно отказаться, конечно. Именно вот этот механизм сейчас является стоповой точкой для большинства людей. Именно поэтому, вот я еще раз повторю, в Советском Союзе был целый механизм огромный, разработан по прохождению юношами и девушками страхов вот в 30-х годах. Вот такая вот штука. Да, это очень здорово ты рассказываешь. Я бы хотела добавить, что ты сказал, почему здесь все радостные, а потом нерадостные. По привычке все ищут причину вовне. То есть мы вот все попрыгали, здорово, причина же радости, она внутри. И это когда целостность, то есть я тоже в пути, у меня это то бывает, то не бывает. Когда тело здоровое, позвоночник, ты дышишь и дыхание, тело, душа и дух все соединено. И вот когда контакт есть, есть радость и все есть, везде хорошо. А вдруг он теряется по какой-то причине и вроде опять все нерадостно. То есть все равно радость, она внутри та, безпричинная. И это соединение со своей божественной частью. И потом мы идем делиться. Но вот эти хороводы, как это, как любой инструмент, это помощь. Она помогает, чтобы этот огонь в груди, он разгорелся. Временная помощь. Чтобы, да, вспоминалось вот это вот, все вот это вот то, что в нашей природе помогает вспоминаться. Я вот все-таки отвечу, ну, как дополню вот эту вот штуку. У нас просто есть идея, что вот радость, она внутри, да, и она зависит только от тебя. Вот на самом деле она находится, да, внутри, но у нас снаружи существует, как сказать, как нагрузка, да, вот как штанга в жизни у нас существует. Да, то есть у кого-то эта штанга в каких-то блоках, она большая, у кого-то эта штанга маленькая, те радуются больше, у кого большая штанга, те радуются меньше. Вот. Здесь-то вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы, когда ты разгоняешься, я еще раз говорю про эту точку невозвратную, ты разогнался, ты выходишь за свое нормальное состояние, если ты умеешь отпускать, ты закрепляешься в новом состоянии. Вот царевич не даст соврать, потому что он это проходил, я думаю, в десяток раз, если не больше, да, когда ты разгоняешься и закрепился в новом состоянии, и в старое ты не падаешь уже никогда. Но из-за страха отпустить контроль, многие падают в старое состояние. Он водит хоровод, там, надо поводить, там, его два часа, да, чтобы разогнаться, он водит его час, и в голове начинается, ой, что-то я устал, что-то я не хочу, что-то мне там это уже, там, ножки. И все, и в старое состояние скатились.